Ваня к маме с папой скажет, мама, а почему у папы сосиська, а у тети Любы из соседнего дома у нее нету сосиськи? И мама такая, всем привет, мои хорошие, с вами снова Люда Мазок и ее новая шапка, ну вернее бумажная, которая уже как бы старая, но как бы и новая. В прошлой серии мы с вами сделали комнату для Хэллоуна, приуроченная, собственно, сами поняли к чему. Вот такая получилась классная комната, мне она безумно понравилась, здесь такой как бы хай-тек немножечко и с другой стороны очень так задекорировала я все прикольно, вот эти паучки, о которых можно головой биться, тыковки и, естественно, перевернутый скелет, который непонятно на кой хер здесь перевернутый. В общем-то, сегодня мы с вами пойдем заниматься делами, возвращаемся с вами в офис, потому что в прошлой серии мы тупо строили, а нужно же дела делать, заказы выполнять, денежки-то сами-то вот сюда-то в ручечки-то нам не придут, поэтому как бы надо, надо заходить, мне не надо мыться, сказал дядька, ну тогда ты воняешь же, у меня для тебя очень плохие новости, тогда ты, братан, воняешь. А, вонять-то не есть хорошо, так мне нужно немножко поправить камеру, с вашего позволения, ребятушки, а то я как-то немножечко кривит людочка, вот, вот так вот хорошо, вот так вот хорошо, это, кстати, наш основной дом, в котором мы живем, вот такая вот здесь как бы зона, в общем, мне нравится, как у нас здесь все, что получилось, это что такое, а, это маленький цветочек, это маленький темент, закроем дверь, чтоб никто нас не уволок, идем к компуктеру, здравствуйте, компуктер, значит, у нас есть на почте заказ долой лужайку, а что это, ты не любишь лужайку? Пишу, в связи, достаточно проблематичными для меня делом, а именно в связи с моим садом, короче говоря, у меня с ним масса проблем, не было времени на газон, поэтому пишу, что было бы быстрее, я решил попробовать сжечь траву, соглашусь, это была не лучшая моя идея, я жег свой домик, лодовку, ой, давайте поможем, Эдуарду Букину, это, наверное, брат Гены Букина из сериала «Счастливы вместе», если вы знаете, конечно, но, ой, блях, это этот дебил так все подпалил, оооо, чувак, Едите твою мать, если ты не умеешь обращаться с огнем, то нахер ты берешь его в руки, не, люто, я такого не одобряю, вот ты мудильник, ой, дебил, очистите грязь, серьезно? Я еще должна за него грязь чистить, а он, может быть, сам был ручками своими поработал, которыми вот это вот все с рукожопил здесь, ладно, я отмой, я женщина как бы не гордая, могу отмыть, скажем так, здесь где-то есть еще грязь? А если найду грязь? Блин, я опять забыла опустить вам экранчик, но здесь сейчас не показывается на миникарте на самом деле ничего, вот, поэтому извините, пожалуйста, я знаю, что вас это бесит, ладно, я сейчас это сделаю, окей. Ну вот как-то так оставлю, хорошо, ребятушки? Думаю, как-то так вам будет более-менее даже хорошо, так, выдергиваем это говносорничество, что мне нужно здесь сделать? Уберить сорняки, рассыпать покрытие гравик, посадить растения, гравия, хорошо, сейчас я рассыплю гравия, это вот это, да? Так, давайте какой-нибудь, ну, обычный гравий, вот такой вот, давайте крупный, крупную гальку, мне нужно большого размера, конечно же, что мелочиться-то, давай, и посыпали, ой, как красиво, ой, ля, как красиво, ой, 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 сразу крапивка показалась, конечно же, хитрая крапивка какая, а? Не виделась, попряталась, а я ее и не видела, а теперь-то что, я вижу ее, теперь она от меня никуда не скроется, смотри, как красиво сразу стала, а? Умею же я делать ландшафтные всякие вот эти вот работы, представляешь, Людка, какая молодец, приноровилась, понадела, красота! Так, сюда нужно посадить траву декоративную, давайте, две штуки декоративной травы, я думаю, что есть смысл посадить раз, и есть смысл посадить два. И четыре какой-то стрелецы, это вот такая вот штучка, но она как бы тоже, блин, давайте тогда сделаем как-то по-дизайнерски, типа хотя бы вот так, хотя бы вот так, здесь раз и здесь два, типа вот, ну такая диагональ, чтобы получилась, такая кустистая как бы местность, ну а то странно, если будет, очистите грязь, какую, бляха, грязь, где? Какую грязь мне надо очистить? Объясните, пожалуйста, тупому человеку, я, наверное, просто не понимаю, здесь тоже нужно рассыпать гравий, давайте этим займемся, а здесь уже, кстати, другой, можно, давайте белый, пусть будет белый, большой, можно радиус сделать? Так, это самый большой, хорошо, давайте тогда что, сыпаем? Сыпем, 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 гравий, засыпаем, блин, вот это чувак, вот это у него, я понимаю, проблема с лужайкой, когда ты, а, вот это вот, наверное, грязь была, да? Так, здесь нужно на всю эту фигню нахерачить гравий, да, если на всю, то тогда это очень надолго будет, нет, я как бы не жалуюсь, но это странно, ладно, давай, будем работать вот такими вот рывками, там меня что-то подглючило, ну ладно, ничего страшного, смотри, ну красиво же, ну, смотри, как красиво, мне нравится, очень красиво, так, а почему вот это вот не хочет до этого-то у нас, ты, пожалуйста, докладись, пожалуйста, а то как-то, ну, странно, не по-божески это как-то, не по-христиански, все, очистите грязь, это вот эта грязь, да, ее как смыть, ух, сука, я тебя смою вонючее пятно, ты мне всю малину здесь портишь, кустарник хвойной неправильной формы, нужно посадить, да, значит, смотри, один мы тогда сажаем здесь вдоль забора, чтобы можно было вдоль забора, если что, присесть в кустиках и посидеть поразмыслить, если вдруг в туалете занят, а я же не знаю, сколько у них в доме туалетов, так, вставляю растение, вынимаю лопату, копаю дырочку, главное не раскопать крота, да, а то крот очень страшный, страшный такой, что жесть, но вроде бы здесь его нету, присыпаем земелькой, видишь, теперь тут как бы мы немножечко скрыты от соседского взора, то мало ли, может быть, у нас соседи извращенцы, так, трава декоративная, 2 метра, это вот это, да, трава 2 метра, ну, смотри, значит, раз, два, три, опять же, опять же, чтобы за нас, за кустами никто не видел, чем мы там занимаемся и как мы занимаемся, давайте отмоем вот эти полы, я что-то не придала значения, думала, что здесь просто какая-то, ну, знаешь, листва разбросана, а это, оказывается, была грязь, представляешь? Замываем, красота! Так, что нужно сделать здесь? Рассыпать гравий одноцветный, он, походу, траву вообще не любит, чувак, ну, не любит и не любит, мне-то что? Это не моя, на самом деле, проблема, так, извини, брат, но я тебе немножечко здесь подговню, подговню то, что ты там когда-то вызывал других мастеров, у меня как бы свой стиль и я его придерживаюсь, понимаешь? Мой стиль называется пьяный мастер, блин, это мне вот так вот много надо всего вот этого рассыпать, чувак, мы так не договаривались, я думала, что я тут 5 минут поработаю, заработаю 300 тысяч, а ты тут мне работы на, это, на целую вечность записал, ты чё, мужик? Мужик, так нельзя, так, м-м-м, так, гравий сыпаем, ещё сыпаем, 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 насыпаем, вот, А, вот, вот до сюда надо было, всё, тогда мы это сделали, а здесь что надо делать? Просыпать? А, здесь тоже такое же, всё, это да, чё я тогда, чё я тогда парюсь, тогда давай до конца работаем, чё? Засыпали мы вдвоём с тобой, гравим на землю, и нет травы, Ну, да, походу, чувак реально не любит траву, возможно, у него аллергия на траву, может быть, у него какая-то неприятная травма, связанная с травой, я ж не знаю, Может быть, он упал как-то в крапиву, знаешь, думал, что там обычная трава, а там крапива, и всё, хана, ручки в алдырях, ножки в алдырях, писки в алдырях, всё в алдырях. Так, убрать сорняки, купить бассейн, ничего себе какой бассейн, ты чё? Ну, хорошо, давай купим тебе большой бассейн, это вот это большой бассейн? А чё, ты не мог нормально себе бассейн? Давай белый поставим, это вот это вот, да, вот так вот это надо поставить, ну, давай. Чувак, у тебя теперь есть бассейн, поздравляю. У вас теперь есть бассейн, который я не могу отойти. Так, убрать мусор ещё где-то висит, не, так не должно быть, какой мусор, я уже всё убрала. Рассыпать покрытие гравий двухцветный. Да иди ты в жопу. Чё так много гравий-то? Ты человек гравий, что ли? Чё за любовь-то такая к гравий? Я не понял. У него какая-то фиксация на гравий, ребят. Не знаю, что делать. Трава декоративная, 4 штучки. Давай, ну 4 штучки, значит, надо вот так. Раз, два, три, четыре. Вот, идеально. Видишь, как красиво. Здесь что? Тоже рассыпать гравий. Ну, понятно всё с тобой. Понятно всё с тобой. Даже-даже к гадалке ходить не пришлось. Ну, давай. Давай, поехали. Вот здесь давай до конца вот этого доведём. Вот это вот безобразие какое-то. И поехали. Сорнички в жопу отсюда пошли. Значит, рассыпать покрытие. А в смысле, тебе что, не хватило, что ли? Куда мне его тебе сыпать? На жопу могу насыпать тебе. Может быть, сюда? А, вот сюда тебе не хватит. Хорошо. Давай, значит, сажаем. Две вот таких вот штучки. Давай опять-таки... А, я предлагаю вот так сделать, чтобы никто не видел, кто там купается и кто там что принимает. Мало ли там будут купаться голые женщины, а тут дети. Откуда я знаю? Может быть, у вас тут дети бегают. А так никто не будет видеть, что там у тётечек, у дядечек что-то отличается. Придёт потом какой-нибудь Ваня к маме с папой и скажет, Мама, а почему у папы сосиска, а у тёти Любы из соседнего дома, у неё нету сосиски. И мама такая... Коля! А Коля такой, да, дорогая? Она такая, ты что, мне изменяешь? А он такой... А, ой, нет. Всё, мы сделали этот заказ, получили... В смысле 60... Ты чё, хеел? А где ещё? Ну-ка, убрать мусор. Какой? Какой мусор? Вот это мусор? Где мусор? Покажи мусор. Может быть, куда-то сюда нужно прийти? Какой мусор? Может быть, в доме мусор у него? Может быть, у него в голове мусор? Нет. А, вот! Вот где собачка зарыта. Понятно. А я такая думала, типа, чё за фигня? Типа, вроде бы всё сделала, уже ничего нету. А, вот, оказывается, маленького кусочка в жизни не хватило. Ну, давай, засовываем. Значит, что сюда нужно? Траву декоративную и две какие-то херни поставить. А, это вот такие малюсенькие. Ну, давай. А, её нужно вставлять, сажать. Я думала, это просто как бы оставил и забыл. А это говно ещё нужно закапывать? Серьёзно? Ой, какую-то мандрагору, блин, посадила. Потом будет пищать, верещать. Не трогай меня, нет. Ладно. Ещё одну мандрагору суём. Давайте её с другого конца присунем. Пустарень, стелющаяся высота. Нормально она стелится, нормально. Присыпаем. За этого им смачиваем, не отрывая от ботвы. Берём траву декоративную и одну по центру, вот так чпек, и всё. Так, ищем тогда ещё где-то есть что-то, что я не завершила. Я не понимаю, правда, что. Судя по всему, здесь вот какая-то грязь. Какая грязь? Вот, убрать мусор. Где мусор? А, это ты мусор, ёптвое. А как его убрать? Нажмите, чтобы выбрать. Это был всё? Это весь мусор был? Теперь восемь... Да в смысле? Подожди. Где ещё-то? Ага, вот она, вот она, где собака зарыта. А я её искала. Тут надо гравий, бляха, положить. Вот на этой вот маленькой писюльке. Вот и как мне её надо было заметить? Эту маленькую писюльку. Она здесь в кустах встала, и хрен её ты заметишь. Я считаю, так нечестно было. Так, сюда нужно положить четыре декоративной травы. Но это я могу, это меня научили. Как бы я умею тыкать. Давайте вот здесь. Раз, два, три, четыре. Идеально. Всё. Вы счастливы, молодой человек? Надеюсь, что да. Потому что если нет, то я харкну вам прямо в рожу. Уже вы меня достали. Восемьдесят... Да ты издеваешься? Где ещё-то? Что? Не так? Я уже здесь всё оббежала. Я не знаю. Вот она, эта писюлька. Здесь захотела разные гравии положить. Да ты ж мой любимый гравястый мужчина. Лишь бы гравий положить. Хлебом не корми, да и гравий положить. Да? Хорошо. Давайте, значит, посадим здесь траву. Раз трава. Два трава. Тоже где-то вот здесь вот в конце. И здесь теперь хвойный кустарник. Несколько давай. Раз сосна, два сосна. А посередине дырка. Потому что третьей сосны здесь быть не должно. Вот. Сто проц... Миллион за это? Отлично. Слушай, тогда всё было не зря. Раз за это я получил миллион, тогда всё было не зря. Но мне с травой нравилось больше. Так слишком стало как-то плоско, что ли. Вот чего-то не хватает. Но хозяин барин, как говорится. Я-то тут при чём? Я тут как бы не при чём. Я как бы хозяин, но официально я не барин. Целься и стреляй, говорит мужчина в кепке. Говорит и говорит. Сказал и сказал. Здесь мы практически всё, да, с вами доделали. Кроме ванной. Блин, давайте что ли ванной в этом доме займёмся? Почему бы и нет? А то у нас как бы... Почему бы вот как бы... Ну как бы да, вот. Понял мою мысль, да? Глубокая была мысль. Настолько глубок, что охереть. Давайте положим какие-нибудь здесь плитки, которые у нас никогда не было. Например. А что если мы что-то замиксуем? То есть смотри, мы можем взять... Так, давай возьмём вот такую плитку. С красивыми такими узорами. И к ней я хочу добавить микс из синей плитки. Мне кажется, будет очень красиво. Смотри, мы берём с тобой, укладываем. Значит, с одной стороны у нас будет, получается, синий. Смотри. Ох, какой красивый цвет. Какой благородный. Какой глубокий. Как будто ты мои глаза. Да, сам себя не похвалишь. Никто не похвалит. Поэтому, девочки, учимся, учимся. Лайфхак простой. Если тебе не делают комплимент, сделай комплимент себе сама. И тебе на душе станет замурчательно. Так, вот эту стену тоже делаем в синенькой. Давай, иди сюда. Отлично. Смотри, как красиво. Ну, красота же. Ну, смотри, да. Прям такой морской какой-то стиль. Морской шарм. Нужно ещё нам. Давай. Ну, ручкой. Ручкой смени, пожалуйста, свой шпателёк. Мне кажется, или она как-то медленнее начала мазать. До этого она как-то быстрее, мне казалось, смазала. Ну, возможно, я ошибаюсь. И мне кажется, знаешь, как бы, когда кажется, креститься надо. Но, что было? Бывает. Бывает. Мажем. Лепим. Идеально. Оп. Блин. Вот мне одной не хватило. А, двух. Ну, ладно. А, четырёх даже. Ничего себе. Блин, одна лишняя будет, да? Отстой. Ну, ладно. Зато смотри, как красиво, а. Лякок. Лякок. Одну вот сюда приклеим. Сейчас мы её замажем. Теперь берём с тобой белые плиточки. Поехали белыми. Они ещё, видишь, в таком каком-то узорчике. Такие, типа, игривые немножко. Как будто, знаешь, зовут тебя и мать. Вот на этом как будто кусочек привидения. Как будто лицо, вот глаз и вот рот. И он такой делает. Да, надо замечать мелочи, подмечать. Иначе ты рискуешь ничего не заметить. Поэтому, ребятушки, опять-таки смотрим всегда. Это Воба. Если ты будешь глазастый, то минуешь очень много проблем в своей жизни. А Людка точно знает, потому что её глаза её ни разу не подводили. Именно так она увидела главную проблему Толика-алкоголика. Это глубокая стадия алкоголизма. И ушла от него. Вот так вот, да. Значит, нам теперь нужна ещё одна такая плитка. Вот она. Вот она, ещё одна плитка. Мне кажется, нам здесь понадобится её гораздо больше, чем хотелось бы. Но что поделать. Купим. Я положила плиточку. Сейчас мы с вами положим, собственно, дверь. Я не стала здесь... А, подожди, а почему? Если у меня есть, почему бы не доложить? Здесь тоже. Странно. Немножко мне показалось, что я как-то да. Ну, смотри. Значит, получилось вот синий. Видишь, гармонируется вот с этими вкраплениями. И как бы получилась такая двусторонняя, скажем так, вариация вот этого вот. Поэтому, я считаю, получилось относительно неплохо. Я поставлю здесь белую дверь, потому что белая сюда хорошо встанет. Так, наверное, как-то вот так. Да, смотри, как хорошо. А? Ну, ляга красиво. Ну, посмотри. Ну, разве ты не рад? Так, плафон, я думаю, можно оставить такой. Он, в принципе, здесь хорошо гармонирует. Вот. Теперь давайте с вами определимся по кухне. Ой, по кухне, по ванной. Что у нас тут есть? Это кто? Это душ. А, это ванна. Слушай, а может быть, давайте ванну установим? У нас не было ни разу с тобой ванной. Давай, заходим. Ванна. Слушай, ну, они такие большие. Синяя есть. А, это синяя штука. А, о-о-о. Дорого-богато, да? Можно сделать деревянную, такой, знаешь, типа такой стиль. Но, я не знаю, на самом деле. Может быть, круглую? Ну-ка. Какая, смотри, такая мозаичная. Мозаичная. Мозаичная красивая, кстати. Мне нравится. Может быть, деревянную... Давайте деревянную сделаем. Мне кажется, красиво будет смотреться так. А, такая не влазит. Слишком, бляха, гигантская. Я понял вас. Я понял. Слишком она для этих. А можно бы сделать в деревенском, знаешь, таком селе. Либо какую-то такую. Давайте тогда вот эту возьмем. Она, мне показалось, такой более как бы живой. Подушка. Ну, подушку давайте сделаем уж синий. Уж по чесноку. Блин, вот я хочу... Вот так красиво... А, может быть... А давайте... Нет, тогда она сольется. Блин, а нету, но белые вот как-то не очень мне нравятся. Тут же было написано. Для ванной, бляха, твою мать. Для ванной. Или вот эту надо ставить. Ущербскую такую, да? Ну, конечно, такая ущербская ванна сюда влезает. Ну, бляха. Кто бы сомневался. Ну, давай, ладно, давай тогда. У нас будет такое говно. Сажаем каркас. Вкручиваем винтик. Винтик, шпунтик, шпунтик. Всунули, засунули, присунули. Закрыли, закрутили. Лужаечку не брили. Ой, смотри, как тут это. А что такая сложная конструкция? Я к такому готова не была. 37 это килограмм? Или чего? Охренеть. Давно мы с вами не делали ванны. Смотрите, сколько всего. Ого. Так, ну, вот получилась ванна. Слушай, а в принципе нормальный такой деревянный стиль получился. Это что? Это толкан? Туалет. А мы можем сделать туалет, чтобы он был тоже какой-то такой говнодеревянный. Чтобы тоже был под дерево, нет? Я вас понял. А, вот еще была ванная, оказывается. Ну, ладно. Тогда давайте обычно такой классический толкан. Поставим где-то вот здесь, чтобы ты такой сидишь на горшке, такой, ну, как бы купаешься, купаешься, захотел на горшок, пошел, сходил, и все отлично. Все, установили. Это что? Это, скорее всего, раковина. Раковину я бы хотела поставить как раз-таки тоже с уклоном на то, что она немножко такая деревянная. Да, чтобы... Можно поставить вот такую, знаешь, немного в таком стиле. А вот, по-моему, как раз вот тот цвет, который у ванной. Вот этот. Блин, я бы, конечно, хотела, чтобы она здесь до конца встала. Давайте я попробую поставить, знаете, какую? Вот эту. Но она, скорее всего, здесь... Не зайдет. Давай. А, нет, смотри, вот, идеально встала. Вот так вот и надо было. Чтобы просто не болталось вот это вот ненужное пространство. Сюда будет пыль залетать, потом вот этим всем дышать. Это фу, это не очень, это невкусно, это нехорошо. Это вот это вот всякие клещи, млещи. Не надо. Нам такое не надо. Нам нужно чистоплотное гнездышко, в котором не стыдно мужика привезти, бабу, кого угодно, короче. Чтоб ты мог привезти и не бздеть. Вот, смотри, как красиво. Здесь, по-моему, что-то протекало, нужно будет протереть. Протираю, все, отлично. Ну, смотри, красивая ванночка получилась. Конечно же, конечно же, как же без зеркала. Надо повесить какое-нибудь зеркало, которое мы с тобой обычно не вешаем. А мы все, по-моему, вешаем. Давайте вот такое повесим. Полотенце-сушитель для батареи. Хорошо, батарея. Батарея это что? Это здесь батарея или где? Я не знаю, где батарея. Батарея. Давайте батарею поставим сюда. Пусть у нас хотя бы одна комната будет с батареей, а то как бы у нас получился какой-то холодный дом безбатарейный. Поэтому все семейство будет приходить греться в ванную. А полотенце-сушитель мы не хотим вешать? Или это типа стиль такой, да, жизни, наверное? Давайте посмотрим по декору. Что мы можем сюда засунуть? Например, из того, что есть вот в этой. Здесь ничего. Тогда давайте ванная комната. Ванную комнату мы тоже все сделали. Тогда давайте просто зайдем с вами в декор. Во-первых, кто я? Во-первых, у нас будет стоять такой коршок серый. Знаешь почему? Потому что в нем можно будет что-нибудь класть. Ну, типа, почему бы и нет? Типа горшочек, в котором будет что-то стоять. Растение. По-любому должно быть какое-то растение в синем горшке. Ой, блин, это большое растение. А есть какое-нибудь поменьше растение? Говорю, мы прям вот совсем, который мы не так часто ставим, но оно вроде бы красивое. Так это, по-моему, большая, да? Блин, да, это большая. Так, писали бы где-то большой цветочек, маленький. Может быть, орхидею? Орхидею это красиво. Какую-нибудь розовую, блин. Блин, она тоже большая оказалась. Ну, как так? Вроде бы орхидеи, я обычно их маленьким видела. Когда орхидея переросток. Так, 0,7 метров. 0,7 метров это... Да это иди ты в жопу. Вот, терновый венец. Звучит как красивый, как фиалка. Вот, видишь? Конечно, чуть не забыла я сейчас про ковер. Нам нужен какой-то ковер, можно какой-то синий. Блин, ну это прям полоска вот эта. Вот, одноцветный синий ковер. Вот, смотри, как хорошо, а? И здесь ножкам тепло, и тут тепло, и тут тепло. То есть, неважно, из чего ты или где стоишь, тебе всегда будет тепло. И теперь по мелочи давайте с вами зайдем в... Где это было-то, господи? В декор... Нет, не сюда. Аксессуар, вот. И в аксессуарах теперь с вами сейчас все-все-все дополним до полной кучки. Во-первых, повесим синее полотенце рядом с рукомойником, хотя бы вот где-то здесь. Типа, руки помыл, вытер, подстер, обтер. Потом повесим светлый полотенцесушитель куда-нибудь над... Давай вот сюда, чтобы человек мог вешать, и сразу у него сохло все вот на этом месте. Можно потом сделать какую-то вот такую штуку с синей вот этой вот фигней. Где-то вот здесь, чтобы человек тоже мог взять такой, и подтерелся, и вышел. Ну, типа, знаешь, как в гостинице. Да, наверное, даже вот так вот. Потом. Что нам нужно еще? По-любому нужно что-то для жопоподтирания, потому что жопоподтирать тоже нужно. Стопку полотенец. Давай вот такие вот какие-то разные цветные полотешки понакидаем сюда. Поставим вот здесь полотешку. Ну, чтобы было. Чтобы не было пусто. Фен. Фен синий будет у нас. Можно я положу сюда? А пусть сюда фен лежит. Нет, давайте фен положим с этой стороны. Чтоб, если что, он там не упал, и никого только мне шандарахнуло. А то будет обидно, если кто-то в ванной еще и помрет у нас. И как-то... Нас же накажет за такое плохое проектирование этой квартиры, понимаешь? Так, плетеная корзина для белья. Давайте вот такого цвета ее поставим. Поставим ее куда-то вот сюда. Или, может быть, сюда. Она сюда, наверное, не встанет. А, нет, встала. Все отлично. Контейнер кал. Интересно, почему? Почему вы кал? Давайте его положим сюда. Возможно, он для стиральной машинки нужен. Вот, как бы он здесь стоит. Как бы кал и кал. Кал у кал не рознь, я считаю. Вот, поэтому оставим все именно в таком виде. Я не поняла, почему я не нашла нигде туалетную бумагу. Я же помню, что она была. Ой, зубные щетки. Это наше все. Ставим вот сюда зубную щетку. Чтоб, если что, сразу, сидя на туалете, можно и не только зубы почистить, но и кое-что другое. Мало ли, насколько мы грязнули. Синий. Можно поставить их, кстати, на ванну? Не ставится. Блин, обидно. Давайте шампунь один сюда посадим. Мыло. Мыло. Пусть у нас будет серое. Мыло. Серое мыло. Серое. Вот. Вот. Вот оно где счастье, ребята. Вот оно. А вот оно счастье золотое. Ну и давайте зашлифуем все вот это вот двумя какими-то занавесками. Вот такими вот голубые, чтобы уж было как-то до конца закончена наша ванная комната. А то как-то пустовато, когда нет вот этого всего. Давай закручивай, братан. Ну вот, смотри как, а. Разве не красота? Я считаю, красота. Люда собой довольна. Сделала такой классный ремонт в своем же собственном доме, который потом продав. Ну вот такая вот у нас получилась комната. В принципе, мне безумно нравится. Очень милая такая уютная домашняя ванная комната. Как раз для какой-то там семьи. Мне безумно нравится. Надеюсь, что тебе эта серия тоже понравилась. Подписывайся на канал. Не забывай, кстати, писать в комментариях идеи, какой еще декор комнат сделать. Обязательно я попытаюсь как-то это воплотить в жизнь. Ну а мы с тобой увидимся уже очень скоро. С тобой была Людочка Мазочек. До новых встреч. Я тебя люблю. Пока. Продолжение следует.